ТРАССА СТО ОДИН Приветствую в эфире ТРАССА СТО ОДИН Владимир Сметанин не нарушает. Почти. Как китайцы не пиаря, русские морозы расставят всё по своим местам. Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии сообщило об отзыве в нашей стране 16 с лишним тысяч автомобилей Хавейл, F7 и F7X. Кроссоверы были проданы с мая 2019 года по настоящее время. Причина заключается в том, что из-за низкой температуры окружающего воздуха может быть нарушена герметичность топливных патрубков. ВИН-коды опубликованы на сайте Росстандарта. ТРАССА СТО ОДИН В Госдуме высказана идея об увеличении с 20 до 40 дней срока, в течение которого штраф в ГИБДД можно оплатить с 50-процентной скидкой. Автор инициативы, один из депутатов, обосновывает её тем, что в условиях пандемии у российских водителей не хватает времени или денег, или того и другого, чтобы воспользоваться дисконтом. Что-то подсказывает, что таких народных предложений в преддверии выборов будет ещё немало. ТРАССА СТО ОДИН Знаете ли вы о существовании на российских дорогах автомобилей с объёмом двигателя менее одного литра? Вот. А власти нашей страны в рамках программы по защите экологии хотят выплачивать владельцам таких авто субсидии. Также обсуждается внедрение других, более реалистичных мер по снижению выбросов вредных газов, в их числе отмены или снижение транспортного налога для электрокаров или машин, работающих на газе, на федеральном уровне. ТРАССА СТО ОДИН Компания «Рено» будет выпускать новый компактный кроссовер, получивший название «Кигер». Длина машины составляет менее 4 метров, дорожный просвет – 20 сантиметров. В линейку моторов войдёт с 1-литровый бензиновый двигатель мощностью 76 либо 100 лошадиных сил. Трансмиссия – 5-ступенчатая механика либо вариатор. Будет ли авто продаваться в России, пока неизвестно. ТРАССА СТО ОДИН Очередное социологическое исследование показало, что большинство российских водителей, стоящих в пробке, развлекают себя прослушиванием музыки. Каждый седьмой-восьмой слушает с аудиокниги. Примерно столько же подпевают любимым композициям. 22% опрошенных во время простоя звонят по работе или родственникам. 6% признались, что просто сгорают от злости. На этом всё. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте Хакирова. До свидания. ТРАССА СТО ОДИН Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова